всем привет мои дорогие подписчики и гости моего канала и в этом видео я хочу предложить вам связать со мной вот такую вот шапочку вязала я ее на охват головы 55 56 сантиметров вот так она смотрится теперь я буду показывать вам как смотрится на голове с помощью моего манекена на нее ушло у меня два моточка пряжи также можете использовать любую другую пряжу с аналогичным метражом можете использовать пряжу чуть-чуть толще 50 граммов 90 метров но расход у вас будет уже от двух до трех мотков но если большего размера так что давайте приступим к вязанию итак нам понадобится 2 моточка пряжи с метражом 50 граммах 100 метров я буду вязать из дроп слима цвет 7219 либо с пряжа с аналогичным метражом в 50 граммов 90 метров можно использовать спицы номер 4 для резинки и номер четыре с половиной для основного полотна можно на укороченной леске можно на длинной кому как удобнее помпон иголочка маркер ножницы давайте приступим к вязанию отматываем необходимое количество на нити и начинаем набирать обычным способом 97 петель 96 для основного полотна и 1 петля для замыкания в круг набираем набрали необходимое количество петель далее замыкаем вязание в круг для этого с левой спицы на правую петельку первую снимаем а с правой спицы на левую набрасываем сбрасываем ее подтягиваем так как шапочка у нас будет отворотом для красивого наборного края чтобы у нас была лицевая сторона нам нужно будет вязание развернуть первую петельку возвращаем на место подтягиваем начинаем наше вязание начинаем вязать резиночку 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная и таким образом провязываем до конца ряда ну вот мы с вами провязали первый ряд далее можно повесить маркер для определения начала ряда и дальше мы будем вязать с вами по кругу по рисунку 1 лицевая 1 изнаночная резиночку высоту 14 сантиметров провязываем это провязываем самостоятельно над лицевым вяжем лицевые над изнаночными провязываем изнаночные и так провязываем самостоятельно 14 сантиметров ну вот мы с вами провязали резинку дальше мы будем приходить с вами на спицы большего размера и также делать прибавки прибавки мы будем делать из протяжек значит нам нужно будет прибавить 33 петли прибавлю на спицах у нас 96 прибавлять мы будем через каждые три петельки ну и потом еще одну петельку как мы прибавим может быть самом конце для получения нужного нам количество петель раппорт узора у нас получается 3 петли ширину и 4 ряда высоту так что количество петель должно быть кратно трем в итоге первый ряд вот когда мой делать сейчас при бабочки он 0 у нас давайте начнем провязываем лицевыми 1 2 3 лицевые и делаем прибавку припавку не будем делать из протяжки вот так делать скрещенной чтобы у нас не было дырочки опять 3 лицевые и опять при бабочка так перекрещиваем провязываем лицевой и можно будет самом конце сделать прибавку еще не через три петли там через 2 но общее количество должно быть прибавок 33 петли таким образом прибавляем и так ну вот мы с вами прибавили необходимое количество петель на спицах у нас 129 петель обратите внимание что количество петель должно быть кратно трем раппорт узора на состоит из трех петель в ширину и 4 ряда в высоту 1 ряд первую петельку мы снимаем нить за работой 2 лицевые 1 снимаем нить за работой 2 лицевые 1 снимаем нить за работой 2 лицевые таким образом провязываем до конца ряда так второй ряд первую петельку провязываем лицевой следующие две петельки мы снимаем не провязывая нить перед работой далее опять провязываем лицевой следующий две петельки снимаем нить перед работой лицевая следующие две петельки снимаем не перед работой лицевая и таким образом провязываем до конца ряда и так третий ряд третий ряд мы провязываем как первый первую петельку мы снимаем нить за за петлей 2 лицевые опять первую снимаем следующую вот первую в рапорте я имею ду снимаем следующую нить за петлей провязываем 2 лицевые опять снимаем лицевую нить за петлей за работой 2 лицевые опять лицевую снимаем нить за работой 2 лицевые таким образом продолжаем до конца ряда 4 ряд рапорта в четвертом ряду мы провязываем все петельки лицевыми таким образом продолжаем до конца ряда и таким образом нам нужно будет провязать с вами вы повторяя с первого по четвертый ряд и обязательно нужно закончить провязывание четвертым рядом и уже будем переходить к убавкам провязываем самостоятельно ну вот мы провязали необходиму нам высоту у меня это получилось 16 сантиметров от резинки и дальше переходим к убавкам первый ряд убавок первую лицевую снимаем нить за работой следующие две петельки 2 лицевые провязываем вместе лицевой с наклоном вправо провязали давайте еще раз повторим первую лицевую снимаем нить за работой две петельки следующие лицевые провязываем вместе лицевой с наклоном вправо и таким образом продолжаем до конца ряда 2 ряд первую петлю провязываем лицевой петлей вторую петлю снимаем не провязывая нить перед работой далее 5 лицевая следующую петлю снимаем не провязывая нить перед работой и и таким образом провязываем до конца ряда и таким образом провязываем до конца ряда третий ряд первую петельку снимаем не провязывая нить за работой следующую провязываем лицевой опять снимаем не провязывая нить за работой следующую провязываем лицевой и таким образом продолжаем до конца ряда продолжаем самостоятельно 4 ряд убавок и нам нужно будет в этом ряду провязать 2 вместе лицевой с наклоном влево поэтому смотрим как у нас располагаются петельки нужно будет развернуть их чтобы они нас смотрели в одну сторону провязали 2 вместе лицевой с наклоном влево я вот эту петельку лицевую буду разворачивать провязали опять развернули смотрим чтобы наши петельки смотрели влево с наклоном влево будем делать бабочки и таким образом мы продолжаем до конца ряда 4 5 и 6 ряд мы будем провязывать по 2 по 2 вместе лицевой с наклоном влево после того как сделали все убавки мы отрезаем нить оставляем кончик здесь 15 сантиметров берем иголочку и переносим наши петли на иглу будем стягивать макушку выворачиваем нашу шапку на изнанку подтягиваем и проходимся еще раз пару кругов через петельки вот видите здесь такие дырочки нас поэтому мы сейчас их заполним и тем самым еще очень хорошо зафиксируем нить проходимся так пару кругов ну вот мы стянули нашу шапочку дальше будем прятать кончики сейчас я вам покажу как красиво спрятать кончик так как шапочка у нас с отворота мы будем прятать кончик на нашей лицевой стороне поэтому смотрите мы заводим в косичку предыдущую подтягиваем и будем заводить вот так в каждую петельку в косички под петлю и дальше еще вот в эту всем подтянули лишнее отрезаем дальше делаем важно тепловую обработку стираем нашу шапочку в теплой водичке до 30 градусов желательно со средством для стирки шерстяных изделий далее полоскаем чистое полотенчика сушим на ровной поверхности периодически изделия переворачиваем а потом уже будем крепить помпон я вам сейчас покажу как закрепить помпон пока у нас так нам понадобится крючок и так смотрите мы заводим крючок вот от центра нужно будет отступить но приблизительно но расстояние наверное сантиметр полтора от центра можно подальше его закрепить помпон тогда будет плотно сидеть вот так заводим 1 шнурочек так секундочку дальше опять напротив вот так вводим тоже сантиметра полтора мы отступим от центра и опять заводим дальше выворачиваем нашу шапочку на изнанку и завязываем бантиком потом также перед каждой стиркой мы снимаем помпон и стираем нашу шапочку ну вот наша шапочка готова надеюсь видео вам понравилось подписывайтесь на мой канал включать уведомления о новых публикациях чтобы не пропустить новую модную модель шапки всем всего доброго пока пока